шален влог смотрите с какой прекрасный заспанный прической и мы сегодня начнем с новостей просто новость которую я не могу обойти стороной сейчас мне алена выдаст свою первую реакцию потому что она об этом еще не слышала значит мы как такие заочные градостроители петахтиквы и всего израиля значит смотри новость заключается в том что на самом деле я алене новость читаю вы на это смотрите утверждено строительство нового автовокзала в петахтикве ладно сейчас я читаю потом рассказываю муниципальный совет петахтиквы после 13 лет конфликтов с министерством транспорта утвердил проект строительства нового центрального автовокзала новый автовокзал должен заменить старый построенный еще в 57 году и давно не отвечающий потребностям города новый автовокзал будет представлять собой десятиэтажный комплекс с полезной площадью там во столько-то квадратных метров 70 тысяч квадратных метров только 17 из которых будут занимать терминалы остальное будет видимо все там магазины офисы а половину займет мэрия петахтиквы то есть мэрия туда переедет и потом наш коммерческие помещения на автовокзале будет парковка на 700 автомобилей прямое сообщение со станции красные ветки талиевского трамвая то есть во-первых получается что талиевский трамвай не будет туда подходить застройщиком проекта будет компания по развитию петахтиквы тоже подсуетился сделал такую компанию и стоимость проекта 450 миллионов шекелей объявляем тендер кому отдадим строительство нового автовокзала погодите погодите у меня тут есть компания стоимость 450 миллионов шекелей то есть ты понимаешь это сколько в долларах где-то 130 наверное да 150 миллионов сейчас по нынешним будет это вот что-то такое даст долларов но мы не знаем сколько обычно стоят автобусные станции из которых 137 миллионов треть от миллиона долларов да это где-то 350 тысяч долларов переведет министерство транспорта и срок осуществления работ четыре года как таковой автостанции там нет это просто это просто до бетонная парковка все что связано с центральной автобусной станции в петахтикве которая считается как бы одной из таких пересадочных пунктов для всего этого региона не только для города конкретно это просто вот если я найду фотографию вот так вот это выглядит все что там происходит вокруг это тоже какая-то просто сельская такая жесть сельская атмосфера какой-то момент ее обнесли там забором потому что нужно было проверять на входе сумки это просто бетонная парковка с некрасивыми домами напротив из промзоны с другой стороны эту промзону давно уже хотят там снести не снести непонятно что и сейчас вот мы все думали с проведением сюда метро там что-то изменится но факт в другом вы скажете все окей все нормально что ж тебе не нравится то хороняка смотри он тебе делают нам объявляли о том что автобусная станция будет новая на том месте прям с проектом прям с фотографией это было лет назад если бы это было завязано на проекте метро то я конечно могу найти обоснование задержки но это не совсем было связано с метро то есть нам показали проектом прям было такое вот знаете здание интересно это была книжечка они выпустили там все что должно быть в петахтикве там чуть ли не в следующем году я только посмотрел думаю то конечно типа в следующем году там такое реально красивое стеклянное здание не просто башенка а такой дизайн у меня сразу были сомнения что так это будет выглядеть потому что не было видно функциональные части самого самой автобусной станции а больше было похоже на красивый офисный центр под вопросом и короче ты понимаешь и оказывается 13 лет они не могли там что-то между собой согласовать но сначала главное объявили что все завтра у вас уже это будет то есть нарисовали все еще самый лучший марк который все как бы все говорят а он делает вот видишь прошлое то не смогли а он смог здание которое мы видели это не было проектом я почти уверен что это было просто нарисовано от балды как мы хотим чтобы это выглядело это скорее всего не какой-то специальный архитектурный проект и я уверен что сейчас только сейчас возможно начнут разрабатывать вообще архитектурную ансамбль и все остальное потому что это автобусная станция это техническое как бы по сути здание там должно быть очень много всего предусмотрено это не просто обычная офисная сто пудово я уверен что метро уже пустят они еще только начнут колупаться там внизу и у нас не так давно ну как уже наверное года два назад до перенесли часть той автобусной станции перенесли еще по другую сторону от промзоны все это связывали именно с тем что вот-вот час начнут строить но никак ничего не начали то есть эти просто две площадки функционировали одновременно да тоже кстати было непонятно зачем они тогда то закрыли если они там ничего не делают так они не закрыли в том-то и дело что я когда участном проезжал мимо она работает там заезжают автобусы то есть они сделали просто две площадки теперь две парковки для автобусов и одна и другая с такими маленькими платформами типа тебе нужно знать какой получается именно автобусной станции стоили 100 идет твой номер автобуса раньше все было просто была стоянка для автобусов и одна остановка от которой отходили все автобусы ну причем что маршрутки маршрутки коих петахтикве есть две и коими пользоваться практически мало возможно для нормального человека если вдруг он это захочет сделать но я об этом уже много раз рассказывал то маршрутки первое до сих пор никак не связаны с общей транспортной системой то есть там нет каких-то проездных до сих пор то все только разговоры 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 что мы это сделаем это все опять длится десятилетиями ни один новый номер ни один ни одну новую линию вот этих вот маршруток не могут сделать одновременно это и монополия что другие компании не могут зайти и государство в свою очередь тоже ограничивает все эти маршрутки каких-нибудь районах и городах которых их нет вы думаете что туда не хотят ездить участники нет это все ограничивают специально иногда это делается под соусом сохранения статус-кво то без шабата чтобы не нарушать святость да то есть там где это уже работает пусть работает а там где этого нет типа нет мы новое делать не будем и у меня тогда вопрос а статус-кво от какого числа вы считаете то есть почему раньше какой-то момент вы это сделали а сейчас вы это сделать не можете да то есть статус-кво от какого периода времени если давайте статус-кво возьмем там где верблюды здесь ходили по пустыням бороздили и да и никому не будет обидно только верблюдов кормить и все на кнопки нажимать не негде у верблюда все 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 сходится тогда нет с этим с кошерностью то шабата и второе насколько я слышал это одновременно лоббирование компаний перевозчиков то бишь автобусных компаний до лоббирования несмотря на то что они в шабат не ездят но они чувствуют что с появлением маршруток на этих же маршрут ок маршруток на этих маршрутках с с появлением маршрутных такси на обычных маршрутах автобусных они потеряют ну как бы большую долю денег да короче говоря и с маршрутками проблема в тону как бы все заинтересованные лица не заинтересованы в том чтобы например маршрутке существовали как класс вообще это удивительно а в конце концов страдают люди. Всем доброе утро, шален влог. Так, ну и напоследок на сегодня про РАВКАВ. РАВКАВ это такая карточка, которой пользуются в виде оплаты сейчас в автобусах. То, что происходит с транспортной системой, с автобусной, в основном в Израиле автобусы и поезда. Что происходит с способом оплаты, это не поддается вообще никакой логике. За последние год-полтора было выпущено вообще разные идеи, как это можно усовершенствовать и так далее. Причем сами эти карточки РАВКАВ электронные, они были выпущены не так давно. И вроде бы это было представлено как революционное инновационное решение для всего этого дела. А я тогда еще как бы удивился, потому что, ну, блин, в Европе давным-давно уже все придуманы ноу-хау. Как бы, да, возьмите какую-то из систем и просто скопируйте ее. Нет, у нас эти карточки будут именными. И поэтому я, даже человек, который владеет как бы ивритом на таком уровне, чтобы разобраться, я до сих пор там путаюсь во всех этих понятиях. Я уже не раз записывал об этом видео. Типа, есть именные карточки. И вот на них вы можете получать все скидки и льготы, если вам положены. Есть анонимные карточки, которые не поддерживают льготы и так далее. И как ими пользоваться лично я до сих пор не понимаю. Если у вас нет ни той, ни другой, то есть вы, получается, у водителя можете купить анонимную. Потом писали, что у водителя теперь вообще нельзя ничего купить. Короче, с этим у меня тоже большие вопросы. А чтобы пополнить эту карточку, вы не можете просто зайти на сайт и перекинуть на нее деньги. Или зайти на сайт Минтранспорта или этого сайта Равкава и перекинуть деньги. Поймите нонсенс ситуации. Эта карточка, это как я не знаю, как что. Она не привязана ни к чему. У нее нет базы данных. Это, видимо, просто было сделано по дешману. Эта карточка и есть носитель ваших денег. То есть она у вас заряжается. И чтобы ее зарядить, вам нужен карт-ридер. Вам нужен считыватель карточек. Понимаете? Или же NFC. Вот сейчас последнее новшество. Это NFC. Это чипы, которые встроены в телефоны. Вот через NFC теперь можно ее пополнить. Знаете, в чем проблема NFC? В том, что не у всех людей есть NFC. Вот и все. То есть сейчас уже, например, если вы покупаете совсем новый телефон, там он скорее всего будет. Даже в более дешевых моделях. Но в телефонах еще хотя бы двухлетней давности, даже годичной давности, я бы сказал, в моем нет. Моему телефону сколько? Три или четыре года. Вот у Аленки есть. У нее телефон новый и у нее в принципе флагманский. У моей мамы, которой бы это было нужно, у нее нет этого. То есть телефон не старый. Телефону буквально два годика. И что теперь делать? Идти покупать другой телефон? То есть если этот хороший и рабочий. Ну конечно ты этого не сделаешь. А где еще можно пополнить? Пополнить в разных маколитах, то есть в маленьких ларьках. Пополнить в каких-то там магазинах. Стемацкие. Это сеть магазинов, книг. Которые не так, чтобы везде. Можно пополнить суперфарми, да. Сети супермаркетов гигиены. Для этого нужно встать и где-то найти это. Встать, пойти и найти. Заправить. А самое главное, знаете в чем вопрос? Как потом понять, сколько у вас на карточке осталось? Если вы пользуетесь, пользуетесь, а потом забыли. И оказывается это довольно тоже сложно. Раньше ты подходил там к водителю. Это мне рассказывали, да. И он тебе выдавал как бы чек. И у чека, ну проводил карточку и был чек. По чеку ты видел, сколько осталось. То сейчас можно зайти там с любой двери, прислонить и провести, и пикнуть. И все. И у вас чека нет. И нет никакой системы этого контроля вообще. Я зашел на сайт, искал, искал. Нет нигде. Вы не можете нигде зарегистрироваться и понять, сколько у вас денег. Это удивительно. Одним из рекомендаций Минтранспорта было, что если у вас нет телефона с NFC, и если вам как бы там, не знаю, далеко идти к ближайшему месту пополнения карточки, то вы можете себе купить домой кардридер. Это стоит буквально копейки, типа. Можете заказать у нас. У них он стоил 10 долларов. Вот. Из Алиэкспресса он стоит 2. А вы знаете, в чем прикол еще кардридера? В том, что его нужно включать в компьютер. И вы его никак не можете включить, например, в iPad. Просто у нас такая проблема, вот, что у мамы есть iPad и нет компьютера. Плюс ко всему, сейчас начали появляться разные сообщения, что теперь оплата всех этих вещей можно будет сделать через тот же телефон с NFC только который, прикладывая телефон, то бишь электронный кошелек. Электронные кошельки только сейчас входят в обиход в Израиле. То есть у нас до сих пор не было ничего с электронными кошельками, которыми можно расплачиваться вообще где-либо. Выходят сейчас приложения постепенно от разных банков, альтернативные какие-то разработчики. Вы можете там зарегистрировать свои карточки и ими расплачиваться. В том числе можно будет зарегистрировать свою карточку вот этого Равкава и им расплачиваться. Но в принципе это как бы все равно все то же самое, потому что чтобы расплачиваться вам нужен чип NFC. Чтобы зарегистрировать там карточку, вам также нужен чип NFC. Но если у вас есть чип NFC, тогда это просто лишний фичер. Это как бы дополнительный фичер для вашего использования. Но если у вас есть чип NFC, вы могли бы и так этот Равкав заправлять и просто запихать его в ваш кошелек и им пользоваться дальше. Короче, это просто рука-лицо то, что там происходит. Сейчас появляются какие-то все новые и новые приложухи для того, чтобы расплачиваться в транспорте. Плюс ко всему с помощью этих приложений Минтранспорта разработала новую тарифную сетку. И теперь представьте себе, что у вас две тарифных сетки работают параллельно. Одна это та, которая работает конвенциональная, старая для Равкавов, вот этих карточек. И вторая, которая будет использоваться именно в приложениях, через которые вы будете оплачивать. Вы заходите в какой-то автобус, сканируете QR-код. Внимание! 21 век, 21 век, 21 год 21 века. И вы заходите и сканируете QR-код. Ну ладно, может быть я придираюсь, потому что говорят, что в Китае QR-коды довольно распространены и дали толчок сильный для развития цифровых технологий. Окей, предположим, дешевый действенный способ. Хорошо. Сканируем QR-код. Программа понимает, в каком вы рейсе находитесь. И предлагает вам выбрать остановку, до которой вы будете ехать. С скучностью наших остановок вообще на линиях израильских автобусов, мы понимаем, что там будет перечень из 50 остановок на одной линии. Типа такого. Вы, значит, ладно, вы хорошо читаете на иврите, у вас нет с этим проблем. Вы это все листаете, отмечаете. И вот в зависимости от того, на какую остановку вы поехали, так и будет рассчитываться тариф. Основная же проблема у нас получается не в единоразовой поездке, а когда вам нужно просчитать, например, проездной, месячный. И вот тут начинается там целая головная боль. Вы просто просчитываете все свои маршруты, указываете, как это там у вас должно быть. Оно вам просчитывает какой-то, какой-то тариф. При этом большой вопрос, можете ли вы по этому же плану поехать по другому маршруту, если вдруг вам захотелось в другой город, в необычный город для вас поехать, да, это тоже большой вопрос. И во второй вопрос, то что этот тариф кардинально отличается от тарифа, который обычный, вот на обычной этой карточке ровкав. Твою ж налево! Это просто, и эти две системы у них должны функционировать одновременно. И только когда эту систему уже хотели вот-вот вводить буквально на днях, села комиссия, позаседала и поняла, что что-то есть у нас проблема с этим. То есть, понимаете, мне даже сейчас объяснить вам взяло вот это вот 10 минут времени. Мне реально, мне сначала взяло время в этом разобраться, ну как бы так вот, с наскоку хотя бы, да. Просто, а рассказать, например, своей маме об этом, потому что, почему постоянно вспоминаю свою маму? Потому что основной потребитель вот этого общественного транспорта, это пенсионеры и как бы люди без машины. Ну, в том числе, там, наверное, половина из них это пенсионеры. То есть, люди без машины, это всякие там школьники, студенты и так далее. Или там люди, которые, не знаю, мамочки там, да, там, которые сели на автобус, а муж поехал на работу на машине. Или что-нибудь такое. Низшие слои населения, у которых нет в Израиле машины, потому что это действительно так. В Израиле все, кто всем может позволить, покупают машину, чтобы чувствовать себя комфортнее, свободнее. И пенсионеры. И вот именно для этих людей, вот эти все прекрасные ноу-хау, в которых мне даже сложно разобраться, а уж тем более объяснить пенсионеру. Стартап Нейшн! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова